кстати не забывайте этот выпуск тоже новогодний а значит не нужно думать о нем как о чем-то серьезным и научным я просто предлагаю всем задаться декими вопросами и возможно вместе нужно поржать это видео тоже тоже несерьезное я не пытаюсь никого здесь выставить дураком тем более клима саныча это просто веселые заметки не менее веселого меня при а детишки это я это лампочка моя давеча буквально вот вчера в январе наткнулся на этот ролик клима жукова в нем он разбирает скажем так вселенную а именно книжки и фильмы о гарри поттере с точки зрения человека читавшего и смотревшего но задающего логически и не очень удобные вопросы и не получающего на них никаких ответов включая даже неудобное и знаете что это действительно интересный подход однако его трудно назвать справедливым ролик и правда интересный но интересен он как просто развлекательный степ каким и представлен однако лично мне все же есть что возразить знаете что я начал замечать то есть как начал я всегда такое замечал уничижительное отношение к патриане мол да клим саныч да это сказка сказка для тупых конечно ориентироваться на таких вот не стоит но в целом принимать за серьезное исследование данный ролик как и тот что вы сейчас смотрите это неразумно я более-менее хорошо знаком с умышленным миром гарри поттера и давайте посмотрим в чем клим скрабеевич не прав и не лев а поражать то вот на чем мне хотелось бы первое оно как раз самое несерьезное я некоторым образом в системе образования работал долго с детьми в том числе работал да и вообще а вы знаете когда мы смотрим на хогвартс куда все главные герои гарри поттера попадают нам его характеризуют как самое безопасное место в мире вот куда ребенку которому посчастливилось родиться с магическими способностями попасть и самое лучшее что может быть потому что он там будет накормлен напоен а будь одет защищен от опасности внешнего мира самым лучшим образом и вот попадает гарри поттер там рону визли гермиона грейнджер и все остальные в этот прекрасный сверх защищенный хогвартс и их там заставляют участвовать в турнир по кведичу насясь на самоходных летающих метлах которые развивают скорость как а черт возьми как самолет времен первой мировой войны потому что не стабилизаторов никаких кресел ни парашютов ничего то есть убийца можно на раз два три даже не во время игры просто на тренировки это вот так детей защищать а серьезно на серьезно давайте наверное начнем с того почему такой анализ несправедлив дело в том что гарри поттер это сказка в жанре фэнтези не научные исследования не документальный роман а именно фэнтези как и подавляющая часть того что продают постранично или крутят в кино или уж тем более представляет нам в играх и в подобном жанре всегда присутствует своего рода допущения тут конечно многие любят пускаться в пляс кто-то говорит что раз фэнтезиа то можно все а кто-то просит пояснить за каждую так сказать механику да это все крайности всегда есть пределы допустимого и конечно глупо предъявлять писателю и режиссеру за то что например звуки выстрелов слышны в космосе описателях я как-то давно видел форумную статью она мне даже сохранилась напомните мне как-нибудь почитать ее вам она очень интересно она о том что даже у маститых писателей очень много допущений в аспекте молекулярной физики биологии биохимии темпоральных и квантовых вопросах в чем угодно потому что все это просчитать невозможно да и в целом не нужно что до режиссеров так там вообще все до безумия просто кто будет смотреть кино где выстрелы в космосе не видны не слышны и корабль разгоняется месяц и месяц и тормозит ты будешь вот и я не буду то же время необходимо соблюдать разумные рамки допущений например этим пытается оправдывать те самые звездные воины мол как фэнтезиа чё что хочешь поэтому не страшно что там на лошадях в вакууме скачет да а если скажем во время схватки на тех же истребителях появится фея с волшебной палочкой взорвет тут все нафиг это нормально будет но что сказка же или вот во время волшебной дуэли волдеморта и гарри поттера придет дарт вейдер и задушит обоих это конечно будет эпично но никто здравом уме не скажет что это нормально потому что это ломает те самые негласные рамки допустимого разграничивающие условности и сюрреализм или попросту маразм беда в том что как правило эти рамки воспринимается очень субъективно поэтому они у каждого соответственно свои и каждый может не скрипя сердцем сказать что этот фильм одинаково плох или хорош фильм книга игра все что угодно получается такое произведение шрёдингера если истина она есть главное пытаться разумно подходить к оценке происходящего я все это к чему сказал к тому что подобным образом можно придолбаться вообще к любому произведению что наглядно показал тот же дмитрий гоблинович вольготно развалившись так с трубкой на диване и огульно лепящие ярлыки тупое говно на каждый момент фильма у меня до сих пор вьетнамские флешбеки от его разборов но впрочем ладно звездные войны дюна матрица масс-эффект гарри поттер нарни dark soul все что угодно мы все это любим но при желании все по без исключения все все это можно разобрать на составные части и до каждой докопаться потому что это софистика да это именно софистика отрицать бессмысленно это просто копания ради копания поэтому когда подобным занимаешься нужно понимать а зачем именно ты это делаешь просто ради интереса или чтобы показать какой-то ты вымышленный мир недоработанный или какой-то охрененный хорошо что в нашем случае именно первый вариант потому что от второго тем более третьего я уже порядком устал ну так вот хогвартс вообще безопасность хогвартса давно уже стала таким локальным мемом в том числе среди фанатов романа однако я не ожидал что клемм саныч начнет с квиддича я думал сразу с пушка как минимум так вот в книге присутствует множество моментов где говорится что людям наносились увечья которые в обычных условиях как нетрудно догадаться смертельны например в шестой книге было сказано что были случаи расщепления учеников при трансгрессии когда чуть ли не располовинивало в разные моменты они лишались ушей или носа они лишались костей в организме как гарри поттер они претерпевали частичной трансмутации как гермиона взгляд василиска их замораживает не позволяет двигаться но это не от наличия льда и он не превращает их в камень что при этом случается жизнедеятельностью организма трогно сказать простое заклинание петрефикус тоталус заставляет сложить руки по швам и парализоваться при том разумеется человек падает на пол потому что не может держать равновесие при падении шибануться затылком насмерть или повредить шею с тем же результатом как пить дать а заклинание леви корпус переворачивающий тебя вверх тормашками и подвешивающие в воздухе при том резко что такая резкость может сотворить шейными позвонками страшно подумать однако ничего все живо здоровы с одной стороны это объясняется некими защитными чарами и иными методами предосторожности с другой теми самыми допущениями изначально мир поттерианы подавался именно как детский подобных от курьезов было много в первых книгах и все меньше в последующих роман рос вместе читателям так что к видич на этом фоне не то чтобы проблема они трещину в черепе за сутки лечили после квидича чего уж там что до системы безопасности логично предположить что она в хогвартсе беспрецедентная да именно так это показано в течение всех семи книг если читать внимательно все опасности в кавычках были туда допущены намеренно и контролировались в режиме нон-стоп причем стелс режиме а по-настоящему прорвать защиту смогла только армия темных магов во главе с волдемортом на подобный намекал сам волдеморт который после возрождения на кладбище сказал про поттера следующие он и не подозревает как хорошо его охраняли то есть это говорит могучий темный маг самый могучий за последние столетия если уж он оценил охранной системы то вряд ли подразумевалась калитка и хагрит с пушком верно при том что хогвартс оказался готов даже к военной осаде поэтому я сильно сомневаюсь что ученик может просто разбиться свалившись с метлы мало того что на матче не просто так сидят взрослые маги так еще и чего стоит заколдовать землю на какое-нибудь мягкое падение хотя подобного я не припомню да и очень странно считать что метел нет стабилизации очевидно же что есть тем более что в первых трех книгах а на воротах метлы говорится прямым текстом в моменты когда препод и друзья гарри нахваливают нимбусы и молнию вы когда-нибудь сами пробовали вообще сидеть на метле на не слишком то толстые палочки давящие вам между ног вашей же массой с прибавкой от ускорения и перегрузки особенно если вы парень конечно же там есть стабилизаторы иначе таких скоростях и пришлось бы летать в кислородных масках с полной защиты лица и в первую очередь глаз как пилот истребителей и любой поворотик бы приводил к тому что вот тоже висишь на палочке вниз головой потому что соскользнул мне бы хотелось если я был родителям некого магического ребенка и мы бы ребенка дали в хогварт чтобы они у меня брали в письменном виде разрешение участвовать подобного мероприятиях я бы еще 300 раз подумал стоит ли потому что наши развлечения в детстве были довольно опасно это уж никаких вопросов нету прыгать по гаражам и кидаться камнями друг другом а также взрывать бомбочки то еще удовольствие огромное безопасность страдает но вот на настоящий критич я в ребенка знаете не отдал бы ну благо никто не предлагает а вот отдал бы например условную дочь в балет я как-то мельком слышал интервью то ли с волочковой то ли с волочковой как-то мало того что змеиный клубок интриг куда включены домогательство включая домогательство к несовершеннолетним так еще и нагрузки довольно таки опасны для здоровья на уровне космонавтов да бог не заболеть там хорошо рейстлинг бокс гонки формула-1 не я понимаю подростка никто в болид не посадит но подросток учащийся на пилота в итоге станет пилотов с большой долей вероятности а начинающий боксер боксером или что подростков жалко взрослых уже нет странная логика опасен ли квидич да как и любой другой агрессивный вид спорта к примеру тот же футбол американский я плохо знаю правила но я к примеру видел как дюжина здоровенных бычар в доспехах сбивает своей массой тех у кого мяч наваливаясь на них видимо это очень безопасно кстати именно за это я бы критиковал тот самый квидич книгах слизерин постоянно идет на нарушение правил включая нападение на игроков во время матча что-то разумных санкций после этого им не прилетает а вот турнир трех волшебников это вообще другое дело опасно ли это да безусловно это опасно но есть пара моментов во первых это традиция так уж сложилось что те кто почитает традиции не всегда задумываются не только об их целесообразности смотря американский футбол да но и о других аспектах всяких там ненужных включая такой самый ненужный незначительный как безопасность далеко ходить не нужно это любая застольная традиция с алкоголем особенно то что на пасашок уже нет и тех пасашков не деревенских пустошей по которым должен ходить мужик с пасашком а нажирается в дорогу сейчас некоторые все равно второй момент это приз приз там совсем не маленькие тысячи галеонов без вычета между прочим налогов плюс к тому же вечная слава это как рекомендация на любую работу хочешь идти министром о так это что-то самое он победил в турнире будет классным министром хочешь преподом о так это что-то самый победитель представьте как классно будет обучать наших детей хочешь мести двор ну вы поняли кто такого откажется повторюсь это опасно это очень опасно если учесть что турнир не проводился долгие годы именно по той самой причине что на последнем из них погиб ученик однако есть еще и третий момент он скрытый конечно клим саныч не может его учитывать так как говорит немножко на другую тему но все-таки на мой взгляд очень странно учитывать такие моменты тем более экономику не учитывая политику а ситуация в волшебном мире такая полная разобщенность волдеморт вот-вот возродится на это уже есть масса прямых указаний даже не намеков собственно момент начала турнира он еще не живой в полном понимании но уже в шаге от этого активировались местные маджахеды пожиратели смерти власти в упор не хотят видеть происходящего это показано в 5 и 7 книгах то не хотят то уже не могут что нужно в первую очередь первое укреплять международные отношения просто так звать на переговоры министров других стран это во первых бессмысленно не тот уровень дамболдор он всего лишь преподаватель пусть и очень уважаемый к тому же это подозрительно как для волдеморта так и для британских властей чё это он там такой мутит этот старик нужен особый предлог который не вызвал бы подозрений лучше чем возрождение традиционного международного турнира и не придумаешь кстати властям британии это тоже на руку фарш уже по уши в политическом дерьме у него то василиск детей стращает то серийный убийца по приколу в школу проникает ему кровь из носу нужно громкое событие которое его возвысит и турнир тут очень кстати так что фарш фактически соглашается не глядя и самый важный аспект дамболдору известно о крестражах с того самого дня как волдеморт пал и на это громадное количество намеков по всем семи книгам и пророчество ему тоже известно он знает что гарри поттер должен быть подготовлен к битве к самой сложнейшей битве это повторюсь самый крутой черный маг наверное вообще за все времена а что в итоге первый курс квиррл он был посмешищем но зато волдеморт был под контролем и наблюдением второй курс златопуст локонс он учил гарри что тщеславие это плохо дело ему такую прививку от нее на всю жизнь но обучение то защите от темных искусств где только лишь люпин научил полезному а теперь волдеморт дышит в пятки и именно поэтому в том числе в качестве нового преподавателя был вызван мощный мракоборец именно для этого нужен был турнир гарри должен попасть в условия тяжелейшие для него не просто штак там возрастной цен с только совершеннолетние между прочим а гарри еще три года до 17 а тут дело не только в возрасте но еще в том сколько заклинание узнает сколько навыков он имеет чему он обучился это дополнительные три года обучения в школе чародисты волшебства гарри просто не способен выстоять в тех условиях но он должен это сделать потому что сражение с волдемортом будет еще сложнее именно с позволения дамплдора и было брошено имя гарри в кубок на что тоже гора намеков в книгах если читать внимательно но как вы знаете в тот момент и волдеморт тоже проворачивал хитрый план но это уже совсем другая история возвращаясь к теме неужели кто-то всерьез думать что турнир не обезопасили в первом испытании на готове стояла бригада драконоловов наведены защитные чары иначе бы огнем можно было и зрителей тоже спалить второе испытание русалки не враги они союзники с ними договорились в случае чего они бы первыми оказали помощь это не неразумное животное это развитая волшебная цивилизация третий тур лабиринт патрулирует преподавателей включая грюма который видит сквозь заросли вот знаете я понимаю что есть не очевидные моменты но безопасность хогвартса я не знаю кем вообще нужно быть чтобы всерьез считать что там опасно никогда этого не понимал возможно это чтение по поверхности или повторение за другими что очень похоже на аудиторию ютуба в целом я сам бы побоялся но я тоже взрослый ребенок дурачок он скорее всего поехал ну жметла здорово но я бы на такой ребенка не пустил ни в коем случае и это первый смешной вопрос надеюсь те кто постарше и у кого есть дети его ценят ну и чего бы ты этим добился клим саныч воспитывал бы ребенка как магла уток волшебник без волшебного образования все равно будет применять волшебство только бесконтрольные в итоге повзрослев спасибо тебе за это не скажет альтернатива отдать ребенка в хогвартс на запретить летать на метле чтобы стал посмешищем для всей школы для взрослого мира может заодно запретить ему носить палочку как домовым эльфом которых тут считает рабами так сказать сделать равным рабу отличной социализации будет а второй вопрос он серьезный хотя конечно тоже можно воспринять его как нечто провоцирующее на хихи и это неплохо можете ржать он звучит так все вопрос откуда во вселенной джоан роллингс бедные маги вот у нас есть семейство рона уизли их постоянно буквально с первой книжки и фильмов сесть и будут рон твоя семья бедная вот совсем как кенни в саус парке твоя семья бедная ты даже носишь какой какие-то там шмотки своих старших родственников которые уже тогда были устаревшие и самом деле как-то так показывают что они не здорово одеты у них там нет денег на какие-то хорошие какие-то хорошие книжки новенькие у них и волшебные палочки попроще и вообще но бедный но казалось бы есть и у нас тоже люди не шибко обеспечены так наверное у магов тоже могут быть и в чем тут проблема проблем то ровно в том что все семейство вот того самого рона уизли отлично владеет теми волшебными палочками то есть бонусными спецсредствами которыми владеем мы с вами и они умеют например планировать некие вещи то есть была одна вещь и их стало две они умеют перемещать вещи с места на место они умеют уменьшать некие объемы при том что объем увеличивается а внешней его часть нет и когда мы видим особенно классно это было кино когда мы видим некую палатку которую разбили для турнира покрытие чтобы там можно было в фан секторе жить так там же квартира такого размера там те все и спальни и ванны и диваны и ковры и светильники и кухня и туалет и гардероб для интерсоль все что хочешь почему они живут в такой халупе в какой они живут ну окей раз наружу может быть халупа внутри них могут там сделать ну буквально все что угодно раздвинув собственное помещение через четвертое измерение отчего они этого не делают почему они могут наколдовать новую одежду своим детям и мы видим как-то мама вызвали старшая сама сажает еду так можно один раз сделать эту самую еду и потом ее размножать бесконечно или например если есть какие-то ограничения ну окей посади ты урожай но потом ты при помощи волшебной палочки сделать так чтобы он тебя был в 20 раз больше чем обычно или в 30 или в 100 короче говоря сколько сможете скушать но раз есть волшебная палочка отсюда прямо сразу следует что денег им вообще не надо вопрос интересный и в то же время необычный в том плане что он ясно мне показывает что клим саныч книг вообще не читал хотя это не так поэтому и странно маги владеют магией логично что же предлагает нам клим саныч давайте посмотрим перемещать предметы полагаю из одного кармана в другой то есть нарушать закон а правоохранительные органы такие будут сидеть рты разину вау смотрите мы ж такого никогда не видели или что работать грузчиками левитируя бетонные блоки так там это могут делать и те кто в теории должен нанять грузчиков в начале седьмой книги в конце первой главы есть прекрасный диалог когда министр маглов восклицает мол ну сделайте же хоть что-нибудь вы же волшебники на что ему фарш отвечает что мол да мы-то волшебники беда в том что и они подразумевая волдеморта волшебники тоже то есть нужно понимать что не ты один тут такой с палочкой тут все такие если каждый будет друг у друга мелочи с кармана левитировать то что начнется побоище и беззаконие это нам предлагает климус карабеус далее клонирование вещей я могу даже подсказку дать лепреконское золото хоть гору бери только оно исчезнет что до клонированные вещи клонирование часто имеет временный характер что еще чаще кратковременный но даже если представить что можно клонировать золото что другие магии опять же будут типы не в курсе да не смогут отличить подделку от оригинала особенно гоблины которые в таком поднаторели банкам кстати тоже они управляют в том числе возможный поэтому потому что они хорошие хранители золото маги так вряд ли сумеют но и в дальнейшем нам предлагается клонировать еду гермиона об этом напрямую говорит что максимум что можно сделать с едой это увеличить ее в размерах беда в том что насыщение от нее будет как от обычной это на случай чтобы с голоду не сдохнуть и все это укладывается в закон гэмп об элементарных трансфигурациях это учебник то ли за первый то ли за второй курс на секундочку есть пять исключений которые нельзя сделать из воздуха еда золото любовь жизнь и информация хоть ты усрись ничего из этого ты просто так из ниоткуда не получишь ты можешь призвать еду если она уже есть можешь быстро пожарить мясо если оно есть создать его ты не можешь размножить тоже разве что создать иллюзорное подобие но какой в этом смысл в нашем случае одежда не входит в исключение гэмпа но в мире роулинг ничто не создается из воздуха действует закон сохранения энергии агуаменте создает воду но вода просто получается откуда-то из влажности в воздухе или ближайшего водоема это логично дамблдор начертал стул на слушании так этот стул у него скорее всего был скорее всего но допустим вот если не был допустим мы превращаем стакан в птицу как на первых уроках трансфигурации точнее наоборот а стакан продаем только это не будет по сути своей стаканом это все еще птица и кость закопаны у хагрида на огороде все еще труп барти крауча а не кость я понимаю возможно это сложно понять особенно если твоя цель обсмеять глупую детскую вселенную но она живет по определенным законам не везде они прописаны но так уж получается что подавляющее большинство тех самых логических дыр этой самой вселенной которые в ней находят является лишь дырами вас введомленности тех кто их ищет как в случае с клим санычем что до выращивания овощей при помощи магии так этим занимается повсеместно только это не работает как в диснеевских мультиках взмахнул и выросла природу не обманешь знаете так ведь вообще можно сказать что смерти нет взмахнул палочка и вернулся к жизни или вернул к жизни кого-то другого что правило мира ла-ла-ла ничего не слышу детская сказка 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 ну окей хорошо ладно но почему-то про смерть я такого не слышал а вот про размножение золота кстати поддельный меч гриффиндора вы что думаете дамблдор его на наковальне что ли выковал нет это волшебная копия качественная долгосрочная но так дамблдор тоже не хер собачий но и меч нужными свойствами не обладает это всего лишь копия про палатку на турнире до заклятие незримого расширения существует только оно имеет определенное ограничение во первых как не расширяй это все равно палатка ты хочешь жить в палатке во вторых так тоже не все умеют делать такие палатки вообще-то маги не сами себе делают как правило их покупают в третьих те самые ограничения судя по всему расширить палатку до размеров дома не выйдет никак максимум до размера большой палатки или маленького шатра вот и все к тому же дома волшебников часто используют подобные финты та же нора жилище визли тому пример не раз гарри обращал внимание на то что дом нахлобучен так что по всем законам физики стоять не должен но почему-то не падает и заметьте жилищный вопрос всегда и у всех стояла ребром неважно маг ты не маг но даже нищие визли которые на самом-то деле конечно не нищие просто бедно это другое даже у них это же личный вопрос был решен все имели по комнате мама с папой вместе близнецы вместе рон сестра и перси отдельно не слабо так для бедных да не задумывались почему так может именно она и потому и так что магия нет но если мы чисто логически разовьем водные которые сдала автор в своей вселенной то мы поймем там не может быть внутри магического общества ни денег по большому счету не тем более бедных там все будут приблизительно одинаковые но мы видим там и бедных и даже супер богатых малфоев которые могут позволить себе сверхсовременные летательные метла которые беспощадно эксплуатируют эльфов более того за каким-то весом я вообще не понял зачем они лезут в экономические отношения маглов то есть на с вами людей не обладающих магическими способностями с целью получить там какие-то преференции видимо что-то еще себе вымутить а зачем зачем вам наши эти вот фунты стерлингов эти вот доллары рублики юаня что там еще могло быть я не знаю о каком вмешательстве в экономику маглов говорит клим саныч уж явно этим нельзя характеризовать обменные пункты конечно гоблины могут отличить поддельный золото от настоящего а вот маглы нет только вот министры и другие верхушки власти прекрасно знают о магических сообществах и увидев что откуда-то внезапно начался наплыв условных футов стерлингов в миг обратятся куда надо а то и обращаться не потребуется ведь наверняка есть подразделения следящие за этим не хватало еще раскрыть магов которые скрываются столетия да тот же мистер визли в шестой книге занимался арестом таких вот умников которые решили что дурачить маглов это хорошая идея то есть за этим следят и следят строго когда вы это все можете наколдовать причем так что никто никогда этого не отличить но если предположить что вам нужно что-то у нас покупать они при помощи волшебной палочки взять это и сделать или взять это и отнять просто взять например из банка и трансгрессировать себе сейф с баблом или прям бабло из сейфа или сам сейфа допустим вам эта бумага резаная нафиг не нужно а вот железный ящик с хорошим замком был бы полезен так возьми и забери никто даже не заметит и почесаться не сможет или сделай такой же себе тоже вариант пожалуйста да если предположить а еще если предположить что гоблины в банке полные кретины не отличает подделку от оригинала не ставят охранных систем против таких вот хитрецов что маги в принципе тупые и повсеместно не накладывают антитрансгрессионные чары чтобы к ним в дом вора таким образом не проникали что волшебная полиция тоже бараны полные незачем не следят их вообще ничего не интересует и раскрывать такие преступления они не умеют не слишком ли много допущений однако есть маги трансфигурации а значит вы можете превратить одну один объект в другой если у вас сейчас прямо нет золоток вы возьмете себе вы сделаете никаких ограничений для этого нет а значит буквально я прогнозирую через полчаса подобной массовой практике начнется магическая инфляция этот самый золотой галеон не будет стоить нихрена и вот только что у вас волшебная палочка дорогая стоила в комплекте 30 галеонов и через месяц будет стоить 300 галеонов потому что кто-то наделал золото бесконтрольно министерство магии это никак не контролирует если я все правильно помню и непонятно между прочим а какие шишими сервала ки существуют потому что ни один маг это не помянут ни в одном произведение не кино не книжном не платят налогов чем дальше тем веселее вы не находите крем саныч помнит неправильно министерство ничего с этим не делает потому как это банально невозможно размножить золото в том понимании о котором говорит крем саныч поэтому и инфляции нет чем вообще по мнению крем саныч и занимается министерство магии просто нет любопытно сидит на жопу бот и шьет видимо так что допоминание уплаты налогов, а с херали просто скажите с херали. Вот скажите с херали в книге про магию, про дружбу, в боевичке таком фэнтезийном писать про уплату налогов. Это вот для кого? Лично Д. Калимсаныча что ли? Ну я думаю ему нужно написать роулинг письмо, чтобы та лично для него выпустила отдельную редакцию романов, где будет моментально такая вот инфляция на фоне завываний пролетария, повышения налоговой ставки, да? И ипотечных страхований, или еще какой-нибудь херни. И это будет брошюрка такая на полтора листа. Вы бы такое стали читать? Вы стали бы читать книгу, где полный бардак и хаос? Такая уже есть, называется Поригатор. Там не установлены правила мира, поэтому там творят вообще все что угодно, только это комедия. Ну и завершая тему нещуков, хотя это конечно не аргумент, понимаю. Самый видный нещук Британии за последние 50 лет, это Волдеморт. Ни гроша в кармане, ни копейки. Но он почему-то не занимался размножением золота и увеличением палаток. Дурак, наверное. Эскабан. На что содержится эта тюрьма с особо строгим режимом? Дементоры вроде как черти, то есть духи бесплодные, им не нужно платить. Они ничего не едят, кроме людских эмоций и страхов. А вот теми, кто управляет дементорами, вот им платить нужно, потому что их нужно кормить, одевать, обувать. Опять же, нужно само помещение в порядке поддерживать, а налогов никто не платит, повторяюсь. Это значит, в этом мире, там, где живут маги, деньги не больно-то нужны. Однако нам почему-то постоянно про них рассказывают. Это в самом деле очень странно. Я лично для себя так и не смог открыть, они нужны, если есть маги. Ну, я даже не знаю. Раз Клим Саныч не смог открыть для себя, то наверное, да. Не поймите меня неправильно, я просто зашел в комментарии. Они полны поддакивания, сплошное поддакивание. Да и я такое часто встречал ранее. Не смог что-то найти или что-то понять? Плохая книга, для детей, для подростков тупорылых. Зато Клим Саныч смог найти замечательный лайфхак. Вот скажите мне, а что в принципе нельзя назвать глупостью в таком ключе? Интерпретировать через эту призму. Хоть колобка вот возьмем. На что существует бабка с дедом? Там же не сказано, что они кроме колобка что-то еще готовили. Да и главное из чего? Муки-то не было. Получается, колобка испекли, тот сбежал, жрать больше нечего и с усеков все уже выскреблено. И по итогу умер не только колобок в конце сказки, но и бабка с дедом получается. Причем мучительно от голода. А как они туда попали? На выселки? Как правительство это допустило? Куда смотрит Путин в конце концов? Так что ли? Это универсальная доебка, извините, называя вещи своими именами. Нет ни одного произведения, ни одного, до которого нельзя было бы подобным образом докопаться. Ну а дальше Клим Саныч приступает к разбору Властелина Колец. Стоит ли предполагать, что уровень познания там такой же? Я, к сожалению, со вселенной Толкина знаком не настолько, чтобы приводить толковые аргументы. Интересная ситуация, кстати, получается, вы не находите? Не нужно вообще ничего знать и читать его предмете, чтобы раскритиковать его и получить поддержку масс. А вот, чтобы хоть что-то возразить, нужно погрузиться в предмет. Напоминает спор дурака и умного. Я ни на что не намекаю, нет. Впрочем, я могу согласиться с аргументом, что Саурон обеспечил всех рабочими местами. Пофигу, что тирания. Но так-то вот нашу страну сравнивают с Мордором. Мордор, между прочим, был развитой индустриальной страной. Корабли Номинора. А кто их придумал, эти корабли? Кто построил кучу крепостей? Кто организовал орков? Кто настроил кучу осадных механизмов? Кто их вообще придумал? В то время как Гондор, Рохан и прочие эльфы жили и горделись своей духовной крутостью. По приказу Саурона, Саруман за пару месяцев превратил крепость в громадный завод. А что, Рохан? Все скачет по полям, да? Мордор — это не обзывательство. Это обращик технологического развития, индустриализации и дисциплины. Но это уже совсем другая история. Прям вот совсем другая. А на сегодня все. До новых встреч. Нокс. Я теперь понимаю, почему многие обзорщики в стиле Логвинова, да и сам, наверное, Логвинов, смотрят вот куда-то туда, в камеру, вбок. Потому что тут, тут стоит монитор. Этот самый монитор. С него удобно читать. Слушайте, а давайте я сделаю так же, в конце концов, да? Сейчас создам какую-нибудь загадочную атмосферу. Дементор. Идеально. Маджерри, Рейстлин, что с тобой?